День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Ну и как всегда, так сказать, по нашей традиции с вами, я начинаю всегда программу с того, что отвечаю на один вопрос. Сколько бы это времени ни заняло, так сказать, очень важно нам с вами понимать, что происходит и как. Ну и сегодня мы начнем с вами продолжать формировать программу по бронхиальной астме. У нас осталось немного, у нас осталось, по-моему, одно-две, может быть, три встречи, после чего я начну уже, так сказать, как бы спрашивать вас о следующих темах. Имеет смысл или не имеет смысл начинать что-то новое. Алло, я слушаю. Алло. Анатолий Алексеевич, добрый день. День добрый. Слушаю вас. Это звонит Михаил. У меня вот такие проблемы. У меня гемоглобин 90. Да. Селезенка увеличена. Так. Так, пункта ничего не показала. А вот анализ костного мозга. Первичный милиофибриоз. Да. И сейчас меня списали на группу, и что мне делать? Никаких ни рекомендаций, ничего, ни советов, ничего не дали. А вы спрашивали? Естественно. И что вам ответили? А ничего мне не сказали. Вот пока оставили, вот в Опере нужно будет ехать снова на обследование. В Екатеринбург. А вы в Свердловской области живете? Да, да, да. Понятно. В Екатеринбург куда? В областную клинику. Это что, онкоцентр или гематологический центр? Гематологический. Да, да, да. Значит, когда вам нужно ехать? В апреле. В апреле когда? Где-то в середине. У меня срок подходит. Значит, Михаил, знаете, что я вас попрошу сделать? Это, по крайней мере, не ухудшит ситуацию, которая у вас сложилась, да? Не ухудшит. Так. Значит, насколько я понимаю, по-моему, в Свердловске есть этот продукт. Антонина Александровна его скажет. Называется он «Фитамикс-40». Но его надо принимать вам не по классической схеме – три раза по три чайных ложки с водой. Всего лишь по одной чайной ложке и всего лишь только утром. Один приём. Это, по-видимому, жидкость, да? Это жидкость. Это жидкость, спиртовая, спиртовая настойка с очень мощным противоопухолевым эффектом. Мощным, понимаете? Но это минимизированная доза. Одна чайная ложка где-то вот на две столовых ложки воды, то есть это где-то вот так. И, так сказать, медленно выпивать, обязательно держать во рту минуты по две-по три, прежде чем проглотить. С тем, чтобы через слизистую, а не через желудок пошло. Это первое. Так. Значит, почему именно он? Потому что он будет хотя бы, так сказать, держать на некотором достойном уровне ваш гемоглобин. Это должно волновать нас с вами сейчас. Значит, второе. Скажите, пожалуйста, гемоглобин-то низкий. И что, ставили когда-нибудь железодефицитную анемию или Б-12 дефицитную? А получилось так, что у меня, я проходил, обычно прохожу через два года комиссию. У меня было до этого нормально. И вот в прошлом году я почему-то стал пожелтелый и стал проходить комиссию. Вот и анализ крови показал, и вот и поехал, и поехал. Скажите мне, пожалуйста, теперь, а вы где работаете? Я сейчас уже не работаю, но я работал электромонтером. Понятно. Значит, вы знаете, что вы обязательно введите себе в рацион, да, вот просто обязательно. Ну, я просто не могу вам назначать никакие препараты по той простой причине, что я этого просто никогда не делаю. Так. Ну, извините, все-таки мы с вами на полторы тысячи километров. Ну, естественно. В каком вы состоянии, я не знаю. Но это то, что вам никак не помешает, а наоборот. Обязательно найдите отруби. Так, вот. Так, сейчас запишу. Отруби или зародышевые хлопья пшеницы. Или зародышевые хлопья пшеницы. Это лучше, но они, к сожалению, далеко не везде есть. Это питание. Это должно быть обязательно. Вы должны в день съедать, ну, где-то порядка 4-5 столовых ложек отрубей. Других ложек. Так. А в ограничении питания что-то можно сделать? Можно, нужно? Конечно, отказаться от сахара. Ну, это я как бы что-то давненько. Я мёд употребляю так. Ну, хорошо. Мёд, да. А сахар, пожалуйста, отложите. Он не нужен совсем. Вот это вот. Значит, вы поняли, да? Ага. Вот это. Значит... Который, вот вы мне назвали это лекарство-то. Я плохо записал. Антонина Александровна вам, так сказать, назовёт. Ага, хорошо. Да, фитамик 40 он называется. А, фитамик 40. Понимаете, так сказать, вот это вот надо будет сделать. Зародышевые хлопья пшеницы. Теперь. Желательно перед каждой едой... Перед каждой едой... Так. Пожалуйста. Значит, либо чайная ложка цельного рыбьего жира... А вот это я употребляю. Да, с зубчиком чеснока. Либо с одной таблеточкой чесночной... Чесночной... С одной чесночной таблеткой. Хорошо. Это либо лисад, либо ликор. Угу. И самое главное. Ну, что это вот всё, как бы, так сказать, ну, такой гарнир. Но самое главное будет вот что, 2 литра воды в день. Ну, вот с проблемами я с водой, действительно. Я не могу вот никак вот себя пересилить. Дорогой мой, придётся. Вот я стараюсь, но пока ещё не получается. Придётся, значит, Михаил, придётся. Угу. 2 литра воды в день. Значит, это первое. Второе. Сократить количество еды до 600 грамм. Так. Да? Она должна быть такой хорошей, качественной пища. Но ни в коем случае не переедать. Так, ага, хорошо. Как кишечник работает? Плохо? Без проблем. Замечательно. Вы сейчас до того, как вы поедете на обследование, до того, как поедете на обследование, сделайте следующее. Первый день. Сульфат магния. А, ну. Понятно? Так и понятно, ага. Дальше 10 дней подряд. А, то есть, эту программу, но я давно и ваше сейчас смотрю. Значит, вы её знаете. Да, да, да. И на 12-й день снова сульфат магния. Ага, да, 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 да. Обязательно на фоне вот этих не больше 600 грамм. Говорю 600 грамм. А по той простой причине, что, так сказать, извините, очень, так сказать, проблема невероятно сложная. Уровень, низкий уровень гемоглобина, и, видимо, проблема кроветворения достаточно серьёзная. Понимаете? Поэтому, так сказать, нужно уточнение диагноза, и вот в этой ситуации какие-то кардинальные вмешательства в организм проводить не нужно. Понимаете? Я боюсь как бы не ухудшить вашу ситуацию с формулой крови. Понятно? Вот то, что мы сейчас с вами делаем, никак не ухудшит этой ситуации, никак. Вот. А поддержать поддержат. Понятно? Понятно, понятно. Особенно, если, так сказать, вы, если вы не найдёте вот того препарата, который я называл, да? Ну, я поищу, постараюсь. Ну, да, пожалуйста. Значит, а что касается, тогда в аптеке, в аптеке, надо взять настойку левзеи. Ага, а, левзея. Ну, в Екатеринбурге она есть. Должна, должна быть, да. Настойка левзеи. Значит, по 25 капель, по 25-30 капель каждый день с утра натощак. Натощак. Так. Значит, самое главное, о чём вы должны думать, никаких процедур. Единственное, так сказать, можно, пожалуй, делать обмазывание. Знаете, что это такое? Да, да, да. Вот это, пожалуйста, а больше ничего. Понятно? Понятно, понятно. Ни горячих грудных обёртываний, ничего. Вот обмазывание, пожалуйста. Единственное, значит, на что я обращаю ваше внимание. Железно 10 дней с торпцией и вот эти два дня с сульфатом агния. Понятно? Железно. Понятно, понятно. И 2 литра воды в день. Так. Понятно? Понятно. Желательно было бы, конечно, ещё, но это много будет, не надо. Понятно? Значит, провести обследование нужно вам, будет, после того, как вы эти 12 дней проделаете, да? И обязательно хотя бы неделю подождёте после окончания. Ага, тут как бы отдохнуть. Да, конечно. Понимаете, с тем, чтобы организм как бы немножко пришёл, ну, как бы некоторую устойчивость набрал. Понятно? Да, 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 да. Потому что тогда, когда мы с вами будем вмешиваться вот в эту структуру биохимического цикла Крепса в организме, мы его каждый день будем менять. И важно, чтобы вот эти изменения остановились. Понятно? Понятно. Ну, вот таким вот образом, Михаил, после этого, пожалуйста, после обследования звоните. Ну, очень, очень большое спасибо. Не за что. До свидания. До свидания. Значит, друзья мои, ну что же, мы с вами заканчиваем, наверное, на, так сказать, вот один звонок. Как мы договорились, больше я не принимаю, потому что мы и так немножко с вами затянули. Единственное, я вас прошу, всё-таки у нас есть тема, называется она бронхиальная астма. Поэтому я бы хотел, чтобы вопросы всё-таки задавались более-менее по теме. Ведь проблема заключается в том, что вбитая к нам в башку симптоматическая терапия никак из ваших голов не вылезет, не выйдет, не исчезнет. Мы привыкли лечиться по ярлыкам. Как будто бы наше с вами тело, наш с вами организм – это магазин, в котором на этой полке гастрит на этой полке, танзелит на этой полке, гламирол и нефрит на этой полке, ещё что-то. И приз-курант. И вот в зависимости, да, в которые входят там, скажем, противовоспалительные, там здесь противовоспалительные, здесь горбон, а здесь ещё что-то. А здесь химиотерапия. Мы привыкли лечиться с вами так. Но, как сказал замечательный доктор Столешников, о котором я уже упоминал, как-то рассказывал вам об этом. Лекарства замечательно спасают нам жизнь. А вот вылечивают – не вылечивают. И мы об этом как-то забываем, что вообще-то весь этот склад бирок с названиями – это наш собственный организм, единый и неделимый. И не важно, что и на какой полке лежит. Важно то состояние, к которому пришёл ваш организм на протяжении 40 лет. Есть два конкретных примера, о которых я вам сегодня, вот в первой части нашей встречи, хотел бы рассказать. Два совершенно конкретных, уникальных, я бы сказал, примера. Одному примеру уже более 500 лет, 500 лет, вдумайтесь. А другому, а другой пример абсолютно современен. Этот пример развивается прямо сейчас. Правда, не у нас в России и в Америке, но дело не в этом. Что это за примеры? Вы можете с ними сами познакомиться в интернете, так сказать, направ голод по Столешникову. Профессор Столешников, врач советский, врач американский, когда-то уехавший из Советского Союза, из России, так сказать, в Америку, получивший там лицензию, профессорское звание и так далее, и отдавший достаточно большую часть жизни для изучения того, что мы называем голодом. Не относительным голодом, а голодом. И к чему голод приводит? Причем, насколько я понимаю, к каким результатам приводит голод и через что должен пройти человек тогда, когда он вступает на эту часть. Причем вот этот опыт Столешникова начался с того, когда он, будучи врачом хорошим, он переработал опыт, накопленный уже в этой области, ну, веками, иначе не скажешь веками. Он как бы обобщил этот опыт. И вот, так сказать, сегодня нам дает эту работу, эту удивительную, совершенно хорошо проработанную аналитическую работу. Я очень советую всем познакомиться с ней. Может быть, тогда у нас что-то с вами в головах проснется, и мы начнем хотя бы понимать, что с нами по-настоящему происходит. Это первое. Первый, так сказать, пример. Второй пример, которому 500 лет. Вот в 15-16 веках в Италии жил человек, которого звали Луиджи Карнаро. Луиджи Карнаро. Он не был врачом. Хотя был знаком с Галлиным. Абсолютный авторитет в истории медицины. Все интересно. Да? Он очень прилично, так сказать, знал наследие Гиппократа, потому что, ну, как бы ссылается на него. Он знал опыт, вдумайтесь только, Плутарха, Сократа, Платона и школы Платона. Величайших гуманистических мыслителей всех веков и народов. И вот на основе этого опыта он сам пришел к определенному поведению, которое удлинило срок его жизни более чем на 60 лет. Начал он заниматься, вот я расскажу, чем. Когда ему было уже 35 лет, и как он сам пишет, слава богу, вот почему я говорю о Карнаро, потому что от него остались документы, от него остался рукопись, от него остался целый трактат, посвященный вот тем проблемам, о которых мы с вами говорим, о проблемах здоровья. Целый трактат великолепно написан, я когда читал, удовольствие получал, просто-напросто, от языка, от литературы, от того, насколько ясно и понятно, изложено, изложено понимание сути человеческой жизни этим гениальным человеком Луиджио Карнаро. При этом надо иметь в виду, что та публикация, которая есть в интернете, написана человеком, которым было уже 81 год. 81 год. Понимаете? Мыслит, как молодой человек. Ясность мысли необыкновенная. Понимание того, что происходит с ним. Почему я говорю вот об этих двух примерах? Потому что то, что исповедует и то, о чем пишет доктор Столешников, это голод. Это голод. Томы работа называется «Голод по Столешнику». Голод на воде. Не сухой. Который может длиться 21, 35, 40, 40, до 49 дней. Да? Пасхальный, пасхальный, пасхальный пост. До 49 дней. То, что мы с вами исповедуем 49 дней, самый большой пост, о котором мы с вами говорим. Но голод. Никакого относительного голода. Это голод. Никаких, так сказать, добавок, никаких трав, ничего. Это голод. Это вода и голод. И терпение, и воля. И результаты обоснованные, четкие, понятные и абсолютно ясные для каждого, к чему он может прийти. Второй же опыт Луиджи Корнары. Это то, что я сегодня называю относительным голодом. И самое удивительное в том, что, к сожалению, великому, ну, нельзя за всем уследить в этом мире. Я познакомился с работой Луиджи Корнары не так давно. К сожалению, всего лишь там, может быть, ну, где-то месяца 3-4 назад. Натолкнулся, наткнулся на него. Но мы с вами об относительном голоде уже говорим года 3-4. И самое удивительное заключается в том, что мы с вами определили количество пищи, питание, которое мы используем вот в этом режиме относительного голода, в 400 грамм. Обязательно, так сказать, на фоне активного употребления воды. Правда, Корнара добавляет себе еще... Это, так сказать, замечательно. Где-то порядка 5 или 4 унций красного вина. Молодого красного вина. Ну, извините, это для нас практически, для большинства из нас недоступно. Понимаете? Что такое... Вот он определял количество еды, я напомню, 500 лет назад. Количество еды в 12-14 унций. Перевести, так сказать, на современный метрический размер, это будет 340-360 грамм еды в день. И начав эту программу в 35 лет, так он пишет, будучи уже разваленный, с неработающим кишечником, с больными суставами, с нарушениями в легких и прочее, прочее, прочее. Он довольно так живописно описывает свое состояние. Он дожил до 102 лет и в 81 год написал эту работу. В чем дело? Что есть общего? Смотрите, принципиально важно. Один, относительный голод, или, как он говорит, умеренность, умеренность. С другой, голод совсем не относительный. А результат однозначен. В чем же смысл? Удивительно, потому что вот 500 лет назад написанная работа, оставшаяся нам в наследие человечеству, а не только, я там скажем, в Италии, человечеству, и работа современная, говорят об одном и том же. О состоянии крови, об интоксикации организма, о забитости токсинами и эндо, и экза, и очищении организма. Плюс, я бы сюда добавил еще, как просто деталь, которая описывает, которая участвует и в первом, и во втором случае, это гомотоксикология доктора Рекки Вега, доктора Ганса Рекки Вега. Вот начнем, на чем зиждется наше здоровье. Очень советую об этом посмотреть. Продолжим через маленький перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова